Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и «Цитата свободы» — подкаст о том, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт о российском ядерном шантаже и о драме вокруг компании «Вайлберрис». У российского руководства новый раунд ядерного шантажа. На заседании Совета безопасности Путин заявил об изменениях в ядерной доктрине. Перечень условий, при которых Россия может нанести ядерный удар по другому государству, значительно расширился. По словам Путина, такая возможность будет рассматриваться, если российскую границу пересекут вражеские самолёты, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Кроме того, ядерное оружие Россия может применить и в том случае, если кто-нибудь нападёт на союзное государство Беларусь. Зад комментаторы, конечно, изменениями довольны. Владимир Аватков. Уверен, большинство из нас понимает значение и значимость сегодняшних заявлений президента России по поводу ядерного оружия, ядерного сдерживания и доктрины. Раз принято озвученное решение, значит, там уже нарешали очередной виток эскалации. Или близки к нарешанию. Затем. Мы перехватили управление эскалацией, а не отвечаем на их очередное решение эскалировать. Пусть теперь думают. И ещё. Это попытка не просто предупредить, но и вернуть им страх, который они совсем потеряли. А возможно, и хоть сколько-нибудь стратегическое мышление. Сохраняя исключительно оборонительный характер, мы наступаем и принуждаем их мышлению и страху. Поможет? Думаете, нет? Ну тогда, увы и ах, будет другая история. Остальные пытаются понять, действительно ли Путин собрался воевать с НАТО. Андрей Мальгин. Правильно ли я понял, что в случае, если ВСУ запустят по целям в России предоставленные американцами ракеты или беспилотники, Путин отдаст приказ нанести ядерный удар по США? И он уверен, что США на этот удар никак не ответят. Шансы России в военном противостоянии со странами Запада невелики, констатирует журналист Константин Эгерт на канале Александра Плющева. В случае ядерного противостояния с НАТО, а это противостояние будет обязательно, Россия проигрывает 100%. Но что ещё важнее, Россия проиграет НАТО в случае даже конвенционального конфликта без применения ядерного оружия. Потому что это просто несопоставимые силы. Россия ослаблена войной в Украине. Да, она может захватить условный угледар. Она может дойти, напрягшись очень сильно, и забрать всё Запорожье. Может. Но противостояние с НАТО – это ничто. И поэтому ничего не будет. Путин знает одну вещь. Он достаточно долго сидит на этом месте, чтобы понимать. Вещь, которую вам скажет любой, не моя мысль, любой специалист по ядерному оружию. Вот тебе говорят, он взорвёт тактический ядерный заряд. Ну, маленький ядерный заряд. Уничтожат три деревни в Украине или там колокольню в Львовской области. Тактический он только по размеру, что он небольшой. И то загрязнение ядерное может быть на сотни километров вокруг. Но сам факт применения ядерного оружия, даже если это будет взрыв в Северном Делитом океане, где-то там в тысячи километров от Шпицбергена, это стратегическое решение со стратегическими последствиями. Именно так это будет воспринято. И я абсолютно уверен, что и Путин, и его окружение прекрасно знают. А ещё Путин прекрасно знает, что никакие формальности его на самом деле не ограничивают, отмечает оппозиционный политик Любовь Соболь. Путин предложил изменить доктрину ядерного сдерживания. Как будто какие-то доктрины, международные договоры или внутренние законы страны его когда-либо сдерживали. Больше похоже на агрессивную риторику для запугивания населения стран НАТО и бряцания заржавевшим оружием. О том же говорит на своём канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов. Поскольку Россия является не правовым, а понятивным государством, то роль и значение так называемой ядерной доктрины для принятия решений бомбить или не бомбить, применять или не применять, ну, преимущественно, не дороже той бумаги, на которой она будет отпечатана. Ну, потому что бумага будет очень дорогая, скорее всего, гербовая с лидерными знаками, но точно будет дороже эти сон. То есть страна, в которой нет ни разделения властей, нет ни законов, нет никаких сдерживающих механизмов, кроме мафиозных, что-то из себя корячит и делает вид, что она живёт по каким-то там ядерным и неядерным доктринам. Если правящий клам, такое вот сицилианское полетбюро, то не надо говорить, что Путин единорично. Конечно, он так как бы совсем единорично ничего делать не может, потому что если он был совсем единорично, но, собственно говоря, для этого есть, как говорится, богор и весло или что ещё, а тут есть всегда подушка и подсигар. Поэтому нет, конечно, есть какой-то всё-таки кружок, который эту власть держит, где Путин является главным представителем. Если он примет решение подорваться на ядерном фугасе, то никакая ядерная доктрина ему, собственно говоря, не поможет и не помешает. То есть сразу списываем, что само по себе это заявление, о реальных намерениях применять или не применять ядерное оружие, вот говорит абсолютно ничего. То есть это абсолютная пугалка. Это абсолютная пугалка в том же совершенно стиле, в котором Россия ведёт свою политику на протяжении последних 20 лет. Это всегда намёк на то, что помните, что мы непредсказуемые психи, и мы можем это сделать в любой момент, тогда, когда захотим. Удивительно, с каким энтузиазмом российский официоз включился в этот ядерный шантаж, пишет блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ. О ядерной войне официальные лица говорят с таким восторгом и надеждой, с нескрываемым сладострастием, обсуждая каждое условие, когда бахнуть можно, а когда даже и нужно. Что напрашивается вопрос, а чего это мы столько лет ждали? Зачем 70 лет мытарств и бубнижа никогда и ни за что? Когда оказывается, что решение всех проблем «таблетка буквально от всего всегда была под рукой». Даже если все это пустые слова, бросаться ими не стоит, считает журналист Дмитрий Колязев. Конечно, само по себе изменение формулировок не означает, что Путин действительно готов применить ядерное оружие. Но все-таки это опасный жест, ведь любой шаг в сторону ядерной войны даже в форме блефа – это увеличение угрозы для всего человечества. В этом смысле Путин ведет себя совершенно безответственно и дискредитирует право России обладать ядерным оружием. Путин машет ядерной бомбой просто потому, что больше у него за душой ничего нет, комментирует политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир». Путин в этом моменте исходит все-таки из того, что Россия – держательница второго или даже первого по размерам ядерного арсенала. И это и дает ей большую самостоятельность принятия решений, по крайней мере, в этом вопросе, что мир не должен забывать. И понятно, что одна из таких глобальных проблем Путина и его режима заключается в том, что этот арсенал военный, который есть у России, действительно есть у России, не соответствует ее положению в мире по многим другим параметрам. Ее политический вес и экономический вес гораздо менее значительные, и она с этой точки зрения выглядит такой третиразрядной стороной все-таки, или второразрядной. Но вот этот козырь, этот ядерный козырь, это ядерное наследство, его Путин пытается капитализировать, за счет него увеличив политическое влияние России в мире, именно все время напоминая, что Россия может себя повести неадекватно в ядерной сфере, поэтому ее надо всячески уважать за эту возможность неадекватного поведения. Ну, примерно таким образом, я думаю, что для Путина здесь, возможно, очень важна самостоятельность, что даже Китай не может ему указывать, как вести себя, как обсуждать проблемы ядерного сдерживания и ядерной безопасности. Выступление Путина на Совбезе было ответом на выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, пишет оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Друзья уже пару часов обсуждают угрозу применения Путиным ядерного оружия. На мой взгляд, если бы он реально хотел это сделать, то не было бы обсуждений, шоу Совбезом. Ответить чем-то на заседание ООН нужно, а кроме плясок с ядерной гранатой нечем. Еще одной причиной для эскалации шантажа мог стать провал испытаний ядерной ракеты «Сармат» на полигоне Плесецк. Судя по спутниковым фото и данным разведки, ракета взорвалась прямо в шахте. О взаимосвязи этого события с выступлением Путина пишет израильский военный журналист Сергей Ауслендер. Понятно, что все это связано с испытаниями ракеты «Сармат», которая в очередной раз рванула на старте и в дребезге разнесла полигон. Итого, на сегодняшний день у них нет стопроцентной уверенности, что ракеты шахтного базирования главный сдерживающий фактор вообще полетят. Стоящие там воеводы уже давным-давно выслужили все сроки. Поэтому надо заняться самоутешением и показать, как выразился Дмитрий Анатольевич Медведев, гниломанному нацистскому режиму и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, что есть повод призадуматься. Вот у него с формулировками полный порядок. Многие комментаторы вспоминают, что российские красные линии пересекались уже не раз и не два. С новой ядерной доктриной будет то же самое, предполагает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац. Нет никаких сомнений, новый указ будет выпущен. В нем будет перечислено все, что Путин вчера наговорил. И в этом смысле цели и задачи в том виде, в котором их понимает наш режим, будут выполнены. Бумажка изготовлена, обязательство рассмотреть закреплено, новый шаг эскалации сделан. Ведь действительно, как могут продолжать взрываться артиллерийские арсеналы, разнося всю округу в радиусе нескольких километров, когда мы издали специальный нормативный акт, где это строго-настрого запрещено. Да, наши угрозы ядерным оружием вышли на вторую сотню. Но в этот-то раз все официально. В этот раз прям указ опубликуем. Да, он нас ни к чему не обязывает. Ну так и не дело какой-то там бумажки нас обязывать. Бумажка управляет всеми на свете, но только не нами. Однако это ничего не меняет, ведь мы дали понять, что в этот раз до предела серьезно. Что будет, когда окажется, что потрясение листком со свежими чернилами никого не впечатлило, и дроны с ракетами летают, как летали? Да ничего не будет. Такого рода новости очень сильно волнуют всех в моменте. Но очень скоро все забывают, что на сайте президента раньше висел документ с одним текстом, а теперь висит с другим. Ответ на путинские заявления может быть только один, пишет проукраинский военный аналитик Игаль Левин. Обновление ядерной доктрины Путиным это отличная иллюстрация того, насколько им больно от ударов в стратегическую глубину, и насколько они этого боятся. Именно поэтому нужно бить еще больше и лучше сразу с помощью Storm Shadow и Atacams, не дожидаясь одобрения. Чтобы наглядно продемонстрировать, что путинские кореженья это не более чем блеф и попытка взять на понт. Чем больше враг блефует, тем наоборот надо бить больше и больнее. А Запад просто поставить перед фактом. Почему? Потому что второго шанса у Украины не будет. Этим словам вторит участник антивоенного комитета России, бывший депутат законодательного собрания из Санкт-Петербурга Максим Резник. Самый правильный ответ Запада на очередной раунд путинского ядерного шантажа разрешить Украине полноценно защищаться от агрессора. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам и о России, интересующей американцам. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложений. Вы слушаете цитаты «Свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В России продолжается остросюжетный сериал с разводом супругов Бокальчук и разделом компании «Вайлдборис». Дошло и до человеческих жертв. Когда Владислав Бокальчук пытался зайти в здание офиса «Вайлдборис», началась перестрелка, в которой погибли два охранника офиса и были ранены семь человек, в том числе двое полицейских. Татьяна Бокальчук заявила, что речь шла о неудачной попытке рейдерского захвата и вернула себе девичью фамилию Ким. Жену в этом конфликте защищает могущественный покровитель Сулейман Керимов, металлургический олигарх и член Совета Федерации. Муж обратился за защитой ни много ни мало к Рамзану Кадырову. В итоге раздел супружеского имущества превратился в войну двух могущественных крыш, в сторону, комментирует журналист Марк Фегин на канале Игоря Нулгрэм. В целом, я считаю, это процесс, идущий внутри России передела на разных этажах. Ну, в Адберс, крупная компания с большим оборотом. Компания по существу квази-государственная. Маркетплейс такого масштаба в России, чтобы они существовали отдельно, это невозможно. Это невозможно. Я допускаю, что предлог для передела был как раз вот эти пожары, претензии. Наверняка уклонялись от налогов. Где-то там кричать, ну, это вообще не имеет значения, на самом деле. Имеет значение, что столкнулись в этом переделе Керимов и подконтрольные ему люди, и, собственно говоря, Кадыров, который вовлекся в этот процесс. И я, как и сейчас, несмотря на задержание Владислава Курчука, вот этих чеченских спецназовцев, которые там, спортсмены и так далее, не разберешь. Ну, это одно и то же в данном случае. Вот. А криминал, спецназ, спортсмены, тут разницы никакой. Я все равно считаю, что, скорее всего, будет как-то поделена эта кампания в конечном итоге по сфере влияния и, по-моему, реакция вот этой теперь бывшей или пока еще остающей жены Бакарчук на то, что ее супруг организовал этот вот заход в Романов двор, мне кажется, свидетельство, потому что она понимает, что по-хорошему это не обойдется. Вот. Она, по-моему, это понимает, что скоро ее там не будет и супруга ее не будет. Поэтому, на самом деле, это споры, я повторяю, внутри власти. Вот так я бы сказал. Все равно арбитром выступит Путин, скорее всего, между Кадыровым и Керимовым. Не важно, какое будет соотношение, это не обязательно 50 на 50, там 60 на 40. Будет какое-то соотношение, которое устроит стороны и устроит власть. Вот. И никакие Бакальчуки, там, муж и жена вообще нужны не будут. Я не удивлюсь, если наряду с самим мужем Бакальчуком через какое-то время посадят и саму эту Бакальчук за неуплату налогов или что-нибудь в этом роде, чтобы они под ногами не болтались. Это всего лишь сошки. Серьезные люди там в других кабинетах все решают. Похожего мнения придерживается блогер Анатолий Несмеян. Откровенно говоря, единственное, что может теперь заинтересовать в истории рейдерского захвата Вайлдберрис, да и то сугубо справочно, оставит ли Бакальчук Ким хотя бы что-то из нажитого или ограбит до нижнего белья. Учитывая темпы, с которыми тает состояние миллиардерши, это произойдет достаточно быстро. И все же пока Владиславу Бакальчуку удается избежать заключения, констатирует антивоенный активист Тимур Тухватолин. Владислава Бакальчука не стали отправлять в СИЗО, несмотря на обвинение в убийстве во время захвата Вайлдберрис. Конечно же, у него есть возможность скрыться или угрожать другим фигурантам дела. В то же время Надежда Буянова почти полгода сидит в СИЗО за антивоенное высказывание. Бакальчук опубликовал на своем канале фрагмент интервью, в котором он открыто говорит, что Кадыров помог ему избежать тюрьмы. Этот эпизод показывает, что Рамзан Кадыров сохраняет немалое политическое влияние, комментирует политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной. У нас, конечно, Рамзан Ахматович Кадыров, которого уже многие на прошлой неделе считали хромой уткой, вновь появился во всей красе. Во всяком случае, судя по всему, никто из нападавших, никто из организаторов и исполнителей нападения, которое обернулось двумя трупами и несколькими ранеными в центре Москвы не пойдет в тюрьму. Владислав Бакальчук, которому только что предъявляли обвинение по пяти статьям и которому грозило пожизненное заключение и просто вышел на свободу через отсутствие события преступления, что официально зафиксировано Следственным комитетом, а все остальные теперь отправятся на спецоперацию Z, окажутся в рядах полка Ахмат, то есть, в общем, на свободе. Где они там потом окажутся, это проконтролировать, разумеется, невозможно. Как и в ситуации с убийцами Бориса Ефимовича Немцова, которые тоже там оказались, но, де-факто, я так понимаю, занялись крышеванием малого и среднего бизнеса в Мариуполе, а вовсе не участием в боевых действиях. А поэтому Рандан Ахматович себя еще проявил, он еще вполне может чего-то, он может, видимо, связаться с Путиным, добиться каких-то срочных политических решений. То есть до этого инцидента, вернее, до того, как счастливым образом Владислав Бакальчук превратился из человека потенциального пожизненного заключенного в абсолютную человека на свободе, было починено, наверняка оказалось, что консорциум Сулеймана Киримова и ВТБ сохранит контроль на Белберисе, а так и не будет иметь в этом смысле никаких последствий. Сейчас я бы не исключал, что каким-то миноритарем все-таки станет Рандан Ахматович. Теперь понятно, как устроен российский табель о рангах, пишет политолог Аббас Галямов. Кадыровцы в очередной раз вытерли российских силовиков ноги и послали четкий сигнал всем деловым людям страны. Вопросы надо решать через нас. Вообще, думаю, что среди вооруженной публики, оперирующей на территории России, можно составить четкий рейтинг крутизны. Первое место ВСУ, второе место Кадыровцы, третье место остальные российские силовики. Патриота в такое положение дел крайне возмущает. Владимир Квачков. Бакальчук открыто признался, что он не в тюрьме, а только благодаря Рамзану Кадырову. В каком кодексе прописано, что у главы одного из регионов РФ есть функция, при помощи которой он может освобождать от ответственности своих друзей. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию, Апти Аронович. Сергей Колясников. Слушайте, а за убийство двух человек и ранение трех полицейских в Москве при Вайлдберрис кто-то арестован вообще? Задержанных после перестрелки в офисе на самом деле было довольно много. 26 человек. Однако все они немедленно заявили, что вместо тюрьмы отправятся на войну. И это патриотам тоже не нравится. Телеграм-канал «Госслуга». Меня раньше замполиты учили, что в армии у нас лучшие служат. А сейчас не фортанула в ОПГ, пойду на СВО от срока отмазываться. Отлично просто. Ранее Госдума приняла законопроект о прекращении уголовного преследования подсудимых, которые заключают контракт о службе в армии. И это стало очень удобной лазейкой для выхода из тюрьмы. Раньше такие вещи решались по неофициальным каналам, комментирует бизнесмен Евгений Чичваркин на канале «Бильд» на русском. Хорошо. Сейчас добавилось в СВО. Раньше люди находили каких-то знакомых друзей в прокуратуре, ФСБ и прочее, заносили бабки, выходили через дурку, через больничку, через подлог документов, исчезновение томов, материалов дела и так далее. То есть сейчас рискую условно собственной жизнью. Опять-таки ты поешь в СВО, занесешь командиру, отсидишься, в Ростове будешь чистить, что ты чистишь картошку для фронта и все. Через какое-то время приедешь на зацелы не вредит. То, что у преступников появилась совершенно легальная и законная возможность безнаказанно совершать преступления, это новое слово в мировой юридической практике, комментирует на своем канале политолог Екатерина Шульман. Нас интересует вот какой момент, так сказать, новый. Есть 26 задержанных в этом деле. Большая часть из них, как это надо говорить, выходцы из Чечни. Что происходит дальше? Им предъявляется обвинение в убийстве, покушении на убийство, некоторые другие тяжкие статьи. После чего они заявляют свое желание заключить контракт с Министерством обороны, что позволит им избежать и приговора, и, соответственно, наказания, и дальнейшей судимости. Вот это новая история. Бандитизма и рейдерства мы видели с вами достаточно. Отмазывания различными способами обвиняемых мы тоже видели. Но вот такого прописанного в законе метода, который позволяет человеку, пойманному буквально над трупом, сказать ручки-то вот они, я хочу, испытываю желание, заключить контракт с Министерством обороны. Поэтому не то, что от наказания он избавляется, а он избавляется, обратите внимание, от расследования своих деяний. То есть не происходит дальнейших следственных действий из суда. Понимаете, в чем ужас? Есть во всех правовых системах или почти во всех право помилования, есть амнистия, есть смягчающие обстоятельства, есть набор обстоятельств, которые, да, позволяют вам избежать уголовную ответственность за то или иное деяние. Например, если будет признано, что вы убили в рамках самообороны, то вы отвечать не будете. Возможность заменить наказание какими-то иными действиями тоже кое-где прописано. Но в таких масштабах с таким минимальным количеством ограничений, честно говоря, это действительно невиданная история. Погибшие в офисе Вайлберрис охранники были из Ингушетии. Некоторые комментаторы считают, что конфликт вокруг фирмы превращается в чечено-ингушский или даже более широкий внутри кавказский. Николай Митрохин. Самым интересным событием минувшей ночи была встреча тысячами представителей мужской молодежи Ингушетии двух погибших в Москве охранников и спортивных чемпионов. Погибших от рук кадыровцев, которые скандировали Аллаху Акбар. Прямо вот идеальное начало для Ингушско-Чеченской войны. Конечно, оно не случится, но Ингушетия укрепила репутацию региона, готового к физическому противостоянию с чеченцами. С другого бока Чечни и такие же настроения в Дагестане. Так что у федерального центра и различных столичных организаций есть кадровый резерв и для противостояния кадыровцам и для их замещения. Конечно, сама по себе Ингушетия невелика, но Дагестан побольше чечни будет. Интересно, что Бакальчук поняла это, кажется, раньше всех. Умная женщина. Многим происходящее живо напомнило 90-е годы. Алексей Козлочков. Перестрелки, передел собственности, какие-то люди в масках врываются в офис и стреляют из автоматов. Такое и в 90-е это было нечасто. Бандиты стреляли, а тут вроде бы даже официальные структуры или полуофициальные в масках в центре столицы. Отжимают собственность на всех направлениях. В этом активно участвуют силовые структуры, делят бабло, делят собственность ушедших западных компаний. Сейчас еще, может быть, чего-то побаиваются, поскольку решалами под крылом рулевого выступает гобня, менты пытаются захватить свой куш, чеченцы вообще лезут во все дыры, высматривают, где что плохо лежит и можно у кого-то отнять. А представляете, что будет, когда Верховная решала, он же рулевой, помрет. На этом фоне еще немного и к 90-м пристанет определение благословенное. Там хоть на войну не гребли всех подряд и была надежда на будущее, а здесь и ее нет, пока решала у руля. Вместо того, чтобы выбраться из беззакония, Россия свалилась с него еще глубже, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский лайв. Судьба любой инициативы в России, сколько-нибудь успешной, она очень похожа на судьбу Литвы. Сделаешь, действительно, она до известной степени копирует. Всегда, когда что-нибудь немножко начинает получаться, это сначала оседлывают, а потом уничтожают. Это такой вечный российский способ. Сначала появляется курица, которая несет золотые яйца, ее сначала крадут, а потом режут. Вот это и есть та потеря управляемости, о которой мы сегодня говорим. Понимаете, когда на улицах стреляют, на улицах сейчас стреляют довольно много, это всегда потеря управляемости, и симптом кризиса. Ведь понимаете, что самое страшное? Мост перевернулся в воздухе и упал на прежнее место. Россия вернулась в 90-е. Ни одна из проблем 90-х не решена. Семья, которую окружал Бориса Ельцина, а правда, у Бориса Ельцина были еще проблемы с алкоголем, а здесь, видимо, проблемы с шаманами и с вменяемостью общей. Россия, более того, придет не просто за чуженную войну, как Чечня, а за чуженную крупномасштабную войну, которая добивает российское государство и бюджеты. На волне этой войны пришел Путин, слава богу, на волне этой причине никто не успеет, просто потому, что повторится 2014 год российский. Но, как бы то ни было, ни одна проблема лихих и хваленных 90-х не решена. Мы плюхнулись туда же, и, как всегда, при падении погрузились еще глубже, понадобятся титанические усилия. Если учесть, что нефть в ближайшее время дорожать не будет, прогноз для этого государства становится совсем пессимистическим. Всем оптимистам, которые думают, что Путин навсегда, я желаю мирных снов. С 90-х положение бизнеса в России изменилось очень мало, пишет журналист Елизавета Осетинская. Реально, 90-е никуда и не уходили. Они из мягкого кресла ждали своего часа, посмеиваясь над сколковскими стартапами, тыквенами латы и барбершопами, которые скрашивали существование офисного планктона. Или кому-то всерьез стало казаться, что юзер-френдли интерфейсы по доставке еды меняют чьи-то внутренности. Уж точно не внутренности российской экономики. IT-сектор как был меньше 2% ВВП, так и есть. Если из стартапа вылупляется что-то более или менее стоящее, с миллиардной выручкой, он перекочевывает в серьезные карманы. Но достаточно вспомнить, что большая часть серьезных карманов наполнялась либо на залоговых аукционах, либо на господрядах. И они прекрасно владеют этими приемами. Штурмы у офисов, закрытые аэропорты, украденные реестры акционеров, а еще раньше сотрудники лицами в пол и расстрелы на улицах. А вы, дорогие строители IT-компаний, понятия не имеете, что это такое. А как известно, не умеешь, не берись. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»